Крокодил Гоша весом 50 килограмм и длиной почти 2 метра, вполне мирный и даже ручной. Придя сюда, вы можете даже погладить его, не опасаясь за то, что останетесь без руки. Гоша, он же Гога, он же Жора. Его растили в самом обычном доме в частном секторе и с измольства приучали к рукам и человеческой ласке. Именно поэтому повышенное внимание к себе ребятишек Гоша принимает вполне благосклонно. Обладает не только умом, но и сообразительностью. Увидев своего хозяина, поднимает голову и таким образом здоровается. Спешит на шум льющейся воды. А вот его товарищ Гена томится за стеклом, за свой жестокий нрав. Нильские крокодилы живут до 130 лет и вырастают до 6 метров в длину. В Ленинске-Кузнецком эти африканские гости впервые, но на ребятишек из школы-интерната произвели массу впечатлений. Мне понравился питон и вон та обезьянка. Питон мне почему понравился, на шею прикольно ползать. Обезьянка так прыгает. Это очень познавательно, можно и животных всяких разных посмотреть, и ящериц, и лягушек, и пауков даже. Конечно, надо. Я считаю, что это очень хорошо. Не зря все это проводится. Если кого-то и будет давить жаба, то пусть она будет такой же миролюбивой и симпатичной. А это шлемоносный василийск. Он способен бегать по воде со скоростью 12 км в час. Любимица детей обезьянка Белоснежка с готовностью шла на руки, но чаще на головы, к кому угодно, безо всякого разбора. А вот паука-птица Еда посетители вниманием обошли. На вид он оказался страшнее крокодила. Воспитанники школы-интерната – сироты. Двое из них – инвалиды с заболеваниями опорно-двигательной системы. Вряд ли когда-нибудь смогут поехать в южные страны и увидеть все это своими глазами. А организаторы зоотеррариума устроили ребятишкам такую встречу прямо здесь, в Сибири, в Ленинск-Кузнецком выставочном зале абсолютно бесплатно. Это довольно-таки редкие виды животных, которые у нас не обитают и которых хотелось бы посмотреть. На картинках, может быть, где-то и видели. Но у нас есть дети, которые инвалиды, они вообще мало чего видели. Вот единственное, что вот иногда мы на автобусе вывозим их на природу. Вот там комары, мошки, а вот что бы такого. Вот они с большим интересом смотрят эту выставку, восхищаются. Вот мы сейчас их нафотографировали на память. Вот уже просят фотографии. Я сам впервые, когда до тигра дотронулся и вот до анаконды, это был какой-то переворот. Я никогда в жизни, я всегда боялся этого. А тут вдруг вот так. Зато сейчас спокойно к этому отношусь. Наверное, они также будут меньше бояться будут, больше любить природу будут. Нужно 10 ребятишек, чтобы измерить длину этого тигрового питона. А если распределить его вес равномерно на всех, выйдет по полкило на каждого. Всего же он весит полцентнера. Теперь маленькие ленинск-кузнечане опытным путем могут усвоить меры длины, веса и, конечно, нежности и заботы о братьях наших меньших. Зоотеррариум поселился в городском выставочном зале и пробудет здесь по 14 июля. Вход детям до трех лет бесплатный. Фотосъемка и любознательность приветствуются. Каждый живой экспонат можно и даже нужно подержать в руках или погладить.